итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить need for speed 4 high stakes для 1 playstation прошлой серии мы с вами завершили супер кубок porsche и теперь отправимся завоевывать последний чемпионат gtr вот этот вот соревнование высочайшего класса машин ручной сборки gt-уровня по кольцевым трекам здесь две машины собственно говоря самые крутые maclaren f1 gtr и целка mercedes-benz clk gtr я возьму мерин в общем потому что он мне больше нравится вот и будем мы на нем проходить хотя мне писали что он немножко вроде бы хуже да но не суть они все равно достойны друг друга я не сразу выложил эту серию потому что я ребята тренировался но действительно эти трассы я абсолютно не знаю и я поездил перед записью серии несколько раз этот чемпионат проезжал дабы подучить хотя бы немножко трассы и я не смог ни разу приехать выше какого там четвертого или один раз я 3 был в общем очень сложно сейчас вот последний раз ехал вроде бы так более или менее подучил трассы вот именно эти трассы они ну полностью как бы показывают на что способна вообще нет воспитана что способен ее движок вот физический здесь я вам гарантирую если вы эту трассу не знаете то вы хрен когда вы играете вообще никогда не сможете выиграть этот чемпионат тут надо прямо трассы уже знать потому что тут надо тормозить перед поворотами сбрасывать газ очень сложные связки есть поворотов вот первую трассу в принципе я изучил она из этих трех самая скоростная вот я понял что вот этот момент в туннеле он для них самый сложный для ботов там реальная возможность обгонять их они там намного медленнее чем я в остальных местах здесь на этой трассе они едут наравне или даже быстрее в виде какая стреляла ух сложно сложно здесь они очень уже быстрые вот в этом месте кстати в двойном левом он такой классный тоже есть возможность приближаться вот и ну как я сказал вот этот раз она самая легкая из трех в принципе тут всего в паре мест я немножко газ сбрасываю в остальном же ну в общем газ в пол практически главное знать очередность поворотов и как бы тоже уже заранее к ним готовится натуре нет воспитывает четвертый и он уже такая не совсем аркады последний чемпионат он совсем не аркадный уже вы смотрите чё творится малейшая ошибка и все они просто обходят хорошо чтоб пока не отрываются и тут вот наконец-то это трассы где у нас по два круга по четыре тут надо уже тут всего три трассы очков как бы мало каждая ошибка на вес золота надо прям за состоянием чемпионата очень трудно следить если что можно даже косячить кого-то потому что иначе тут знаю не выиграть я прямо апатия была честное слово я пару дней вот ездил здесь туши если я сразу полез записывать этот чемпионат из предварительной подготовки без тестов так скажем то это было бы абсолютно печальное зрелище я первый раз когда я поехал я там по моему на всех трех трассах выше там 5 место вообще не смог подняться где-то и последний ох как мы его проскочили смотрите опять здесь наши в предыдущий раз я ехал тут кузя тоже победил на первой трассе с ней был впереди а потом две трассы он сильно закосячился то есть тут достаточно рандомно они едут где-то у ее вот здесь видите на входе в туннель мы их так погоняем просто ошибся надо в общем браться за ум два круга даже полтора осталось трасса на самом деле интересно и все равно но вот за эту я меньше всего переживают раз тут вообще в идеале как я стратегию выдумал от если пошел если никто из них тупить не будет то в идеале бы было бы выиграть вот эту первую трассу не ниже третьего места как минимум третьим приехать на 2 потому что она очень сложная вторая здесь самая сложная трасса я прям за неё очень сильно переживаю и выиграть третью я не знаю черт возьми насколько это реально опять он увидите чуть-чуть стеночки коснулся да чтоб тебя уська видеть это уже полостно стационарно да ладно еще и гриня просто сложнейшие конечно гонки так сейчас будет то место как раз где можно догнать левый поворот ходе в туннель неплохо неплохо ну блин пусть остался впереди еще тоже важно очень входить правильно в повороты то есть тут действительно уже полностью как это практически нет воспит превращается в гоночный симулятор серьезно говорю я если честно забыл вот второе да место вот где они тоже достаточно медленные да уйди ты кузя иди хлебащий ё-моё вообще жести главное главное сейчас нельзя развернуться блин они еще тут такие как я не знаю наглый умный черт знает какой питит к ним подобрать то есть они реально тюкают я в какой-нибудь бочину и тебя разворачивает очень жесткий здесь фу-у-у да у начала вот я рассчитывал здесь здесь по-любому надо было побеждать эта трасса я как уже сказал самое легкое из трех здесь в любом случае надо побеждать без вариантов так и кузя с гришей 2 3 вот супер был вариант если они бы пистан даже побили о 556 нифига для до этого лучшее время здесь было 6 что-то 05 или 608 охренеть было бы в идеале если бы кто-то из них а лучше оба закосячились прям это было вообще супер тогда тогда можно было бы в последней гонке тоже там ну не обязательно выиграть потому что я говорю я ни разу еще не выигрывал ни вторую не третью на на первой гонке у меня получалось победить но я сильно косячил вторую тогда и третью а если я допустим приходил на 1 2 то 2 3 гонка там получше проходила все равно я говорю я выше третьего места до этого ни разу я очень надеюсь что сейчас получится выиграть потому что если первый поворот такой гадский затяжной левый и вообще тут начало круга такое постоянные с киузский очень и вот знаете чё сейчас идеально не пропустить час никого из этих угрюмых соперничка полнейшая полнейшая концентрация просто я не представляю что тут еще встречки были понятно это стационарный автодром поэтому собственно здесь встречки невозможны ай-яй-яй-яй-яй где-то сволочь пошел ай-яй-яй-яй с заносом все обойдет сейчас но это еще ладно пол беды я говорю здесь оптимально было бы приехать где-то вот третьим ниже тогда все шансы еще сохраняться это при том что если будет выиграть блин кто там гриня серьезно вот эту трассу блин ее она настолько поворотистая и какая-то знаю одинаковые так сложно да а тут мой ой егор давай-ка ты и кузи еще обгонишь тогда уж если на то пошло давай ну блин только хотел сказать что напарничек дашь тебя блин вот корыто корыто стоимостью полмиллиона баксов блин выбор очка давай ты мне не будешь мозг выносить дашь дом тебя ну все короче по ходу и здесь ничего не получится голова как его если сейчас тут не получится приехать в тройке да хрен с ним все равно я допишу эту серию даже если я не выиграю этот чемпионат блин а я делаю все чтобы он не выиграть как-то финишировать в этом чемпионате фиг с ним на бронзу ну ладно только второй круг надеюсь еще светит вот здесь на этой трассе вот это место с к она очень сложная но если у хорошо пройти то в принципе здесь тоже время отыгрывается у них так неплохо достаточно учитываться переднюю крышку крышку покрышку порвала впечатлением встретил часто там плахмотили еще блин надо зум-то браться е-мое в принципе не так далеко не оторвались сейчас подуспокоиться немножко дышать глубоко а даже и третьего еще ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй машина когда разбита она уже не слушается так блин это как замкнутый круг стоит закосячиться и уже плам хрен соберешься блин маячит маячит же рядышком слышь и горка ты бы уже газанул бы поехал что ли еще впереди кого-нибудь обогнал давай сработаем как напарники давай без это без потерь пропусти меня а а а а а а а а а круги улучшаются е-мое это отрывается блин я прям рассчитывал что в этот раз получится да ёлки-палки с 5 обгонит так вот того бы еще впереди так о так это кузя смотрите уже третий идет а это наш шанс если сейчас его еще и удастся обойти мы еще даже у него очко отыграем тесла впереди едет о чем я и говорил здесь отыгрывается время на этом участке трассы поворот клёвый ну блин не до красот сейчас не до красот чуть-чуть осталось давай развернись бы ствол да плевать ну блин хорошо хорошо что кузя 3 пришел это наш шанс гриша выиграл эх вот если по алекс выиграл вообще идеальная была бы ситуация так что там по очкам час надо глянуть блин может даже есть шанс еще да ладно да все равно отстойное время у них гораздо лучше круги были 30 до даже денег заработали о так у нас поровну с гриней и кузя на 1 очко отстает у ну в общем победа на третьей трассе естественно сделает наш чемпионами но блин выиграть тоже тут сложно но это полегче будет трасса вот третье ох не знаю не знаю а пропускать так одно очко с гриму гриню по-любому нельзя ни при каких условиях пропускать вижу одно очко да в принципе кузя тоже нельзя там почти на всех позициях по два очка разница поэтому надо по-любому держать позади и гришу и кузя так этот поворот так часто дичь по будет такой там сброс газа вот вот эта трасса она а ну вот видите все так гринел шуршал вперед тут тоже есть кстати одно место где они тупят и как это не трудно догадаться ты короче туннель такой прикольный туннель будет на этой трассе где-то на середине сейчас до широкий такой вот здесь они медленно едут и частенько тупят еще они все что-то в туннелях у нас это забагованные какие-то все куда-то пытаются там въехать неизвестно дать не портнуться вот есть снова вырвали лидерство этот поворот сложный надо притормаживать а дальше еще с китим хорошо гриня тоже ошибся ох не дают расслабиться вообще вот эта трасса она как бы она с одной стороны полегче чем 2 другой мне кажется она вот самая техничная из всех трех такие есть торможение на саджио смешно смешки хотя за счет вот этого туннеля в середине она не очень похожа на автодром что это уже такое полугородского типа участок о хорошо отмит поворот удалось найти ттс к тоже по реплики высоченные такие тоже сильно на них не стоит залазить тушу машина подпрыгивает и сразу улетаешь просто в стену я поначалу когда не знаешь поворотов да конечно полива дашься где-то чуть срезать и тут же улетаешь в стену так вот наш шанс оторваться тут тоже я сам пару раз так влетал о вот это да все я думал сейчас будет урок через себя мой пошел вот гриня блин наш подбросил так вот опять на сложный поворот ски блин и все все время на волоске постоянно все опять не перевернулся нету такого зазора чтобы они вот постоянно отставали увеличивался отрыв есть участки где я быстрее где есть участки где они быстрее блин если дай бог что затупил на участке где сам быстрее да стационарные автодромы конечно они тут сделали тоже прикольный успеть достаточно интересный трасс не помню что в porsche он лишь тоже там но поначалу ездишь на обычных городских каких-то там дорогах но потом где-то начиная с середины по моему игры тоже появятся стационарные такие профессиональные но вообще лишь конечно он еще серьезнее чем хай стейкс ну блин давай 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 так вот вот да чтоб тебя блин а слишком скорость большая так 5 час подберется плотняк вообще видите вообще на хвосте висит пока рыка мотора не слышно это еще значит он не на расстояние так и в общем что last lap your in first place it's the final lap кошмарики блин наш все время хорошо ходить давай мерин давай не подвинь не подведи ну хоть я его и покоцал конечно достаточно сильно но подвеска еще не хромает да ё-моё сейчас будет хромать и повороты входить пока еще достаточно легко блин на хвосте висит зараза так сейчас туннель будет надо туннель во что бы то ни стало хорошо пройти решающий отрыв сейчас здесь сделать грешки грешки да ну тебя нахрена так виск опять это проклятая ооо да неплохо блин ребята я просто сконцентрировался полностью прям чуть-чуть осталось помолчу все два последних поворота ать раз ооо да ладно не может быть вытянул две победы и какое там четвертое место haug green a 2 раз масса ряде 4 только более крупному у меня вообще ни разу не лучшей а да да фу вот это да блин две последние гонки вообще очень напряженные предыдущая уж насколько она меня вымотала но это тоже в блин еще с этой подготовкой блин с теми тестами тоже там нервы мне повымотали до 250 косарей вы завоевали золотой кубок на чемпионате жить и ары заслужили треки по замкнутому кругу ваше первое место дает вам возможность участвовать соревнованиях на выносливость а это мы в особых чемпионатах еще открыли последний самый чем ухо ухо у это что такое вы завоевали золото во всех турнирах и заслужили бонус автомобиль турниры теперь открыты для всех машин проверьте проверьте опции авто для доступа улучшения оппонентов нифига это чу за тачка я вообще этого не помню блин что мы слегка так и не прошли что ли вот этот чемпионат на золото блин я реально не помню вот эту машину читающая за тачка такая немножко чуть-чуть на зонду смахивает но для зонда еще рановато было да круто неожиданно спасибо ребята за крутую тачилу так сейчас сохранимся позырим чего у нас там чемпионатах фу-фу отдышаться за немножко так вода гонки на выносливость ого бонус к 300 тысяч ничего себе на гонорар сотку надо международные гонки в которых выносливость является неотъемлемой частью навыков рейсера на любой тачке да мне там в комментариях кто-то писал что для вот этого чемпионата можно ferrari f50 брать что она с тремя стадиями улучшения она даже круче чем макларен f1 gtr в принципе может быть разгоняется по крайней мере круче да у нас тут есть серебришка еще одно но это в особых условиях да нам сказали вы все на золото выиграли сомневался где у нас серебро в основных турнирах либо в особых заездах но нет все таки да супер кубок porsche на серебро всего приехали так ну следующей серии не знаю может мы тогда эту ferrari и прикупим в 50 и на ней прокатимся почему бы и нет ferrari тоже отличная тачка так а давайте теперь еще глянем что это за такая фантом ухты блин да наверно это какая-то нереальная тачка может на то время кути концепт-кар был она еще смотрите какая крутая с антенка его на путь управления что ли так ну кстати по показаниям она не самая крутая она похуже чем целка gtr кстати она еще похожа на а вот у нас корвет же еще есть наработана похоже на тачку из фильма там фантомный гонщик или что как-то так старый-старый фильм там был такой там что-то наподобие тачка какая-то было не помню абсолютно как он называется ну да ладно не суть важно ладно надеюсь что вам понравилось то как мы одолели последний чемпионат по моему было круто так что можете поставить даже лайк и подписаться на канал на группу вконтакте всем спасибо что смотрели с вами был как всегда скудер всем удачи и пока увидимся в следующих следующей серии следующая серия будет заключительная у нас прохождение не поспит 4